Когда говорят о моем одиночестве, меня часто подмывают и спросить, а вы-то сами со своими там сложившимися семьями, почему же в ваших глазах читается это безотчетное одиночество? Что же вас заставляет быть такими несчастными, когда вы пляшете перед моим носом обручальным кольцом на пальцы и так сочувствуете мне? Во-первых, когда я одинок, я работаю. Я не представляю себе состояние, в котором могло бы что-то родиться стоящее, настоящее, достойное, называться искусством тогда, когда тебе мешают. Видно, одиночество – это жертва, которую приносит художник, чтобы другим было хорошо. Но, с другой стороны, я не вижу смысла жалеть одиноких. Потому что одиночество чаще всего – это свободный выбор человека. А во-вторых, я не всегда одинок. Но это не предмет обсуждения, там, моя частная жизнь, которой я небольшой охотник делюсь. Но, с другой стороны, ну, о мне, ме, ме компорту. Все свое ношу с собой. Ну да, у меня так получилось, что я один и не один. Вот пока у меня есть рядом эти люди, хотя бы в окошке скайпа, я себя совсем не чувствую одиноким. Я вам так скажу. Ведь человек один не бывает, да? Ну, все страшно сетуют на свое одиночество, но я вам скажу, что больше всего на него сетуют замужние и женатые люди. Люди, состоящие в браке, чаще всего в каких-то неудачных его, там, вариациях этого брака, сетуют на то, что им невыносимо одиноко. Человек, который живет один, на самом деле никогда не бывает один. Кто там стучится в дверь ко мне, конечно, я Финдлей. Кто-то к кому-то всегда стучится. Просто одни любят впереди себя толкать своих детишек, свою как бы такую глянцевую картинку своей семьи, а я-то знаю, что я завтра сяду в поезд с этим артистом или с этим артисткой, с этой артисткой. И вот она жизнь. И вот она там в завтрашнем городе уже начнется. И все эти глянцевые картинки полетят в моем сознании. И я, ну, просто этот цинизм, этого, этой фальши я терпеть не смогу. А состояние влюбленности вас не тяготит? Ну, а как тяготит, если я к нему привык? Если я ничего не сделаю, не влюбившись. Я ничего не сумею, потому что, а кто меня запалит-то, кто поднесет? Только это состояние влюбленности и, понимаете, профессия, которая дальше всего от аналитики, от рассуждений, это наша профессия. От того, что я буду думать над ролью, раскладываться, что-то по частям, ничего не будет. Мне надо зажечься. Ну, вы, по сути, принадлежите своей профессии. И чего? Второй линии в жизни у вас нет. Вы своего рода... Ну, это жирная линия. Но вы своего рода принесли себя в жертву. Ну, это звучит красиво, а на самом деле... Но это правда. Ну, жертву. Пока не требует поэток священной жертве Аполлон. Значит, потребовал Аполлоша. Ласково называю Аполло. И хорошо вам так. В поезде буду думать. Когда теряет равновесие, твое сознание устало. Когда ступеньки этой лестницы уходят из-под ног, как палуба. Когда плюет на человечество твое ночное одиночество, ты можешь размышлять о вечности и сомневаться в непорочности, идеи, гипотез, восприятия произведений искусства и, кстати, самого зачатия Мадонны и Сына Иисуса. Но лучше поклоняться данности с глубокими ее могилами, которые потом за давностью покажутся такими милыми. Да, лучше поклоняться данности с короткими ее дорогами, которые потом до странности покажутся тебе широкими, покажутся большими пыльными усеянными компромиссами, покажутся большими крыльями, покажутся большими птицами. Да, лучше поклоняться данности с ее убогими мерилами, которые потом до крайности послужат для тебя перилами, хотя и не особо чистыми, удерживающими в равновесии твои хромающие истины на этой выщербленной лестнице. Бродский, это имущество. А вы одинокий человек? Нет.